Публичные слушания по созданию «зеленого щита» в федеральном законе вводятся понятия «зеленый пояс» прошли в Доме общественных организаций Рязани и собрали членов общественной палаты, регионального правительства, городской администрации, представителей профильных министерств и ведомств, депутатов и общественников. Данный проект предполагает придание официального статуса «зеленым зонам», расположенных в границах областного центра в Рязанском и Рыбновском районах. Анализ зон и подготовка документации проводилась активистами Общероссийского народного фронта, которые выступили инициаторами создания «щита». Это федеральный закон, над которым рабочая группа работала в течение года. Суть его в том, чтобы придать особый защитный статус территориям, которые экологически нам важны. Какие территории важны, получается, определяет общественность. И мы провели такую огромную работу. Нас поддержало и правительство области, прошли экспертизы в министерствах, в районах. А там попало два района – Рыбновский, Рязанский и город Рязань. И в основном все участки согласованы. А какая-то детальная проработка, она по закону еще, может быть, потом, в течение 180 дней, после того, как областная дума примет решение, будет у нас «зеленый щит» или нет. Проект «зеленого щита» нашел отклик со стороны Министерства природы пользования и экологии региона, что способствовало его дальнейшему внедрению. Люди, которые провели колоссальную работу по созданию проекта, за основу брали мнение общественности и общественного совета, который был создан при Министерстве природы пользования. Основная работа сделана общественностью и правительством области. Она закончена. Остались штрихи и осталось принятие закона. Время на это, в принципе, у Думы по закону есть, но хотелось бы, чтобы это возникло до Нового года. 17-й год – год экологии, и всем рязанцам было бы не просто интересно, а крайне важно получить такого рода защитную среду. Закон трудный в исполнении, поскольку затрагивает интересы многих хозяйств. Несмотря на это, группа, работавшая над проектом, нашла оптимальный вариант. Связующим звеном всей экологической системы Рязани является АКА с ее притоками, а вражно-балочной сетью. Поэтому в зеленый пояс включили участки не только лесов и лесопарков, но также пойменные объекты и ландшафтные образования. В итоге получилось 1309 участков общей площадью 68 тысяч гектаров. Особо подчеркивается, что после принятия закона изменение границ зеленого пояса, которое повлечет уменьшение площади, не допускается. Предусматривается лишь увеличение. Между тем, пока еще закон не принят, зеленые насаждения не увеличиваются, а только исчезают на глазах. В частности, появилось сообщение о том, что вырублены лесные массивы. На сайте Минприроды появилась информация, что в Рязанской области незаконно вырубили леса на 2,6 миллионов рублей. Сотрудники Первомайского, Сасовского, Кораблинского, Касимовского лесничеств выявили 6 случаев незаконной рубки лесных насаждений. В том числе, случаев повреждения лесных насаждений до степени прекращения роста. Объем поврежденной древесины более 50 кубометров. Не лучшей ситуации и в областном центре. Бьют тревогу жители улиц Старая Дубрава. Мощные древние дубы вырезаны без жалости, без согласования с местными жителями. То же самое происходит с Каштановой аллеей в районе Московского шоссе. Зачем вырезают насаждения и что планируется на их месте – вопрос к местным властям. Мы задали его в официальном запросе и будем ждать ответа.